Привет, девчонки! Сегодня я решила быстренько нанести нейтральный макияж. Почему? Потому что я поняла, что с новыми палетками вы еще долго будете ждать, пока я нанесу такой макияж. И потом я специально сделаю все четыре помады, которые я получила с сайта Revolution. Сделаю вам именно на губах. Я нанесу их на губы и покажу вам, какие оттенки, по той простой причине, что все макияжи, на которые у меня есть сейчас настроение, которые я делаю с новыми палетками, они, знаете, довольно яркие. И поэтому, да, мне уже просто хочется вам быстренько показать, что за цвета и сказать вообще, какое у меня впечатление от этих помад. Это не первое впечатление, я им уже пользовалась, но, короче, сейчас доделаю макияж и все вам расскажу. А так пока, наверное, сделаю все это в ускоренном темпе, чтобы вам не было очень сильно скучно. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, осталось у нас совсем немножечко времени и я хочу быстренько... То, чем я пользовалась, это старые палетки Catrice, The Blush Nudes и Essence All About Nudes. То есть ничего такого интересного. И я купила, что я заказала для губ из магазина Revolution. Онлайн я заказала два вот таких помадки. Это Солюшн Вельвет Лака. Вот такая вот штучка. И оттенки... Все эти помады были в распродаже, ну, в акции. Вы все еще можете их найти в магазине, но дело в том, что сейчас пока на них нет скидки. Преатрически Revolution делает скидки, но, я так поняла, на те цвета, которые никто не хочет покупать. Вот. И другой вот в таком вот цвете. Здесь, к сожалению... А, я вам скажу. Keep Crying For You. Это такой в розовом оттенке. И более такой... Какой-то персиковый, но они неоновые оба цвета. Keep Flying For You. Я что могу про них сказать? Не могу их рекомендовать. Почему? Сейчас я вам покажу свучу на руке. И нанесу обе эти помады на губы. И тогда вы увидите... Вы увидите оттенок. И вот. Это такие оттенки. Неоновые. Цвета даже, я бы сказала. И как бы идея такая, что ты наносишь их на губы, и они быстренько засыхают, и у них как будто они матовые. Вот такая вот фишка в этом. Но, во-первых, первое, что мне не понравилось... Сейчас, секундочку, нанесу. Вот это вот первый оттенок такой, розовый. Он очень классный, но он не на каждый день. Ты не выйдешь так каждый день на улицу. То есть можно, конечно, гулять, можно делать спокойный макияж и вот такую яркую помаду наносить. Но дело в том, что мне не понравился конкретно, ни цвет, все мне устраивает, то, что он долго засыхает на губах. И вот это вот ощущение вот этой склеенности. Я чувствую, как этот пластилин застывает на моих губах. Оно ничего не скручивает, губы не сушит. Но они у меня предварительно были увлажнены. Но реально долго сохнет. Где-то минут 20, 15-20 минут. Это вообще за 15-20 минут. И вот постоянно ты ощущаешь, если ты трогаешь, и чем дальше, тем хуже, оно такое липкое остается. То есть я считаю, что 20 минут это уже как бы слишком. Ожидаешь, окей, 5 минут, ничего страшного. Но 15-20, я считаю, что чересчур. Стирается она совершенно легко. То есть если вы также попьете кофе, кофе или чай решите попить, то она сотрется, как любая обычная помада. То есть никакой стойкости не дает эта помадка. Это первое. Во-вторых, стирается она некрасиво. Вот реально. Тоже красивый оттенок. Такой оранжевый, но реально неоновый. Можно было бы нанести поаккуратнее. Я просто сейчас уже опять спешу. Проводилась макияжем. Но, как вам сказать... Не знаю. Короче, есть помады матовые намного приятнее, чем вот эти. И я не знаю, что это за лака, но принцип мне не очень понравился. Поэтому нет. Эти помады только вот чтобы поиграться. Я купила с 50% скидкой. Поэтому вот так вот посоветовать их не могу. Продолжим мы с вами сейчас делать сводчи и говорить о помадах от Revolution, которые я не так давно приобрела. У меня... Я продолжу говорить уже немного с другим макияжем. По той простой причине, что там я сильно спешила, уже опаздывала. И я не могла закончить видео. Сегодня я его закончу. Единственное, что макияж я сделала сегодня с другой палеткой, с новинкой. Это Blazing Bronze палетка от Catrice. Примерно такой же макияж у меня либо уже опубликовалось в видео, либо будет в скором времени. Поэтому, если было раньше, то я оставлю ссылку. Если потом оно выйдет, то я оставлю ссылку. Но видео, короче, будет с этим макияжем. Продолжу дальше, что вот эти лака я рекомендовать от Revolution не могу. По той простой причине, что мне не нравятся два факта. Первый. Очень долго они засыхают на губах. Неприятные липкие ощущения. Не так, как у блеска. Когда вы блеск наносите, и он такой липкий остается. Это одно. А вот здесь прямо с таким давлением они... Вы раскрываете вот губы, и с давлением получается. Нужно силу применять, скажем так. Но я немножечко утрирую. И второй факт, вторая причина, это то, что они очень некрасиво сходят с губ. Они сходят с губ неравноверно. То есть у вас будут губы с проплешью какой-то. Смываются они очень просто, эти помадки. Просто вы можете протереть салфеткой, и они сойдут, но вы будете видеть, как некрасиво это все происходит. И если, вот я представляю ситуацию, вы ходите по городу, вы вообще ни о чем не хотите думать, ни о какой помаде. Если там обычная помадка какая-нибудь, там, катрис, вы нанесли, она со временем часа два, часа два, если вы не кушаете, она держится. И потом она как-то то ли впитывается, то ли испаряется с губ, не знаю. Просто губы бледнеют, и она исчезает с губ. Но никаких проплешин, ничего такого вообще нет. Может быть, когда мы разговариваем, мы немного съедаем помаду. Вот так это происходит. То есть губы, вы можете быть спокойны, даже если вы не обновляете макияж, губ, у вас будет красиво все помады сходить, эссенс. Здесь же я бы была постоянно на иголках, я думала, о, нет ли у меня опять где-то проплешины. И вы знаете, ну, это ненормально, когда вы ходите с зеркалом и посматриваете, все ли у вас нормально с губами. Поэтому эти лака, линейку лака я не рекомендую. Просто баловство, цвета баловство, прикольно. Но у меня, в принципе, типа такого есть от Катрис с помадой, и поэтому я не жалею, так как я со скидок купила. Пусть будут для видео как-нибудь пойдут. Видео или вот реально для фотосессии, что-то в этом роде. Следующие свочи мы с вами сделаем. Это вот такие две помадки. Одна это вот в такой матовой упаковке. Если я вам покажу сейчас обычную классическую помаду, вы увидите, что упаковка и больше, и она намного шире. Давайте я вам вот так покажу. Вот. Вы видите, она намного шире. Но, когда мы открываем ее, то мы видим, что, в принципе, сами помады, они классического размера. То есть ничего такого нет в них. Они не более толстые, они такие же. Это все только флакончик. Про сами помады что я могу сказать? Помадами я осталась довольна. Но так как они полуматовые, скажем, то я все-таки губы увлажняла. Я теперь просто взяла за привычку всегда, не важно, что с помадой, всегда увлажнять губы. И тогда у меня сейчас вообще нет пересохших губ. Никогда. Единственное, что мне не понравилось, из-за чего я, наверное, не буду покупать помады Revolution через интернет, потому что оттенки обманчивые. Оттенки настолько обманчивые. Конечно, я признаюсь, что вот, например, с вот этими помадками я смотрела видео на YouTube девчонок. И я уже знала, что она будет яркой. В принципе, здесь тоже видно. Но по сводчим на сайте Revolution этого не видно. И меня это просто конкретно бесит. Фотографии качественные, но все отлично. Но они не передают один в один оттенки, которые продукты у них имеют. И вот с этой помадой то же самое. Посмотрите, девочки, это такого... У меня от Essence есть такая помадка практически. Ну, то она отличается немножечко. Она нюдовая, нюдово-розовая. Видите, какая она? Но сейчас я вам сделаю сводч. В принципе, уже вот здесь видно, что она... Как это? Как это получается? Я не знаю, но когда вы ее наносите, оттенок получается намного ядернее, намного ярче, чем сама помада. Смотрите. Вот он сводч, а вот помада. И здесь явно на два оттенка они различаются. Во-первых, здесь она прямо пинг, она прямо розовая такая, немножечко, ну, темно-поросячьи розовая она такая. Когда-то была мода на такие помады. Но у нее такой финиш, знаете, не матовый, а брохотистый. Брохотистый финиш. Мне такой нравится. Не обязательно помада должна быть матовой. Вы видите, да? И вот-вот помада. Я считаю, что это, конечно, дурь какая-то. Хотя бы они должны были показывать сводчи на людях, чтобы можно было понять, какого оттенка помады. А вот так вот это кот-мешки. Реально вы покупаете кот-мешки. Сейчас я нанесу быстренько помаду на копы, и вы посмотрите, как она смотрится. Смотрите, девочки, какой оттенок вообще совершенно другой. И сейчас я вам подставлю вот рядом помаду, чтобы вы видели, что оттенок совершенно другой. Он прямо такой яркий, розовый, прямо такой барби оттенок. Вы видите? И я вам не сказала, что это за оттенок. Это оттенок линейка Pro Supreme Lipstick и оттенок Perception. Сейчас я вам покажу. Кстати, название здесь исключительно на наклейке, вот на вот этой. Если наклейку здесь убрать, то вы будете по колпачку только видеть, какой оттенок. И то оттенок здесь неправильный. Здесь оттенок такой немного чайной розы, а внутри вы получаете вот так. Вот что вы получаете. В принципе, он не такой прямо сильно-сильно. Он неоновый, не сильно ядерный, но я ожидала одно, а получила другое. Это, конечно, я рада, что со скидкой досталась помада, но через интернет я однозначно больше покупать помады Revolution не буду. Хотя нет, я хотела сделать еще один заказ. Не скажу вам, что и как вы потом просто как-нибудь через месяц увидите. Следующая помада. Так, я, наверное, знаете, сотру сейчас эту помадку и вернусь к вам. Что я вам еще хотела сказать про эти помадки про стойкость. Стойкость у них нормальная. Она чуть больше, чем Essence, но это не весь день. Это не помада на весь день. Ее несколько раз вы будете все равно подправлять немножечко. Но сходит она уже не так, как эти лака. Здесь все нормально. И губы она не пересушивает. Но, как я уже сказала, я свои губы увлажняю. Следующая помада, о которой мы поговорим, это а-ля матовая помада от Revolution. Очень такой красивый флакончик. Похож на помадки MAC. Просто по своему дизайну. Здесь есть оттенок, есть название, экстра название еще на этой бумажке. Но плюс, в отличие от той помадки, то, что если вы уберете бумажку, я, в принципе, оставляю, мне не мешает. Но иногда, когда они становятся страшненькие, я, конечно, предпочитаю их убрать. Но пока они чистые, такие красивые, мне это не очень мешает. Но если уберете, то будет еще название здесь, что неплохо. И что очень красивое, Revolution такой бронзовыми буквами написано. А вот здесь вот колечко как бы и сам внутри флакончик, он под розовое золото. Смотрите. В принципе, дизайн шикарный, очень красивый, мне очень нравится. Может быть, но я опять, девочки, я опять боюсь не угадать с оттенком. Может быть, я бы купила пару таких нейтральных оттенков. Потому что на нейтральные оттенки каждый день используешь. На распродаже, опять же таки. Потому что дизайн мне нравится. Эта помада, она реально яркая. И, как я уже сказала, я знала, что она будет яркой. Про матовость. Вы знаете, она, опять же таки, не такая, прямо 100% матовая. Сейчас покажу вам. Вот он, оттенок. Не такая она прямо матовая-матовая. Не наглухо матовая. Но это вот когда первые помады матовые появлялись, они не были реально матовыми, а были как полматовые. То есть здесь нет ни блеска, она не кремовая. Но это не наглухо матовая помада, скажем так. И здесь, в принципе, соответствует оттенок практически. С этим все нормально. Сейчас я ее нанесу, покажу вам, как она смотрится на губах. Как видите, оттенок очень красивый. Я приближусь, покажу вам поближе. Носится она приятно. Сходит с губ тоже нормально. Она не особо сильно стойкая, так же, как эта помада. То есть особой стойкостью помады Revolution. Те, которые вот из этих четырех не отличаются. Не одна и эта линейка, девочки, я вам не сказала, это линейка Iconic Pro Lipstick. Iconic Pro линейка и называется It Eats You Up Matt. Покажу вам название. Вдруг я его все-таки неправильно прочла, чтобы вы сами себе его отметили. Мне нравится, нравится, как она смотрится на губах, но она не очень плотная. Ее нужно наслаивать и наслаивать и наслаивать для того, чтобы получить вот такой вот оттенок. Так она бледновата, если вы в один слой ее нанесете. Что совсем по-другому вот в этой помадке. Эта помада более такая плотная, она плотно ложится на губы. Ну так, в принципе, приятно. Она не застывает, она не превращается в какую-то совершенно матовую помаду. Но вот как вы видите, ну губах, так она, в принципе, и остается. То есть, что касается вот этих помад, я могу сказать, что я могу вам их рекомендовать. Но вот здесь вот с оттенком реально, я не знаю, как угадать с оттенком. И что еще? Вот этот вот флакончик, он не влазит, если у вас есть специальные подставочки для помад. В эти ячейки он не влазит, потому что он нестандартно широкий. Вот, то есть она у вас где-то будет рядом стоять или в каком-то красивом стаканчике, потому что она не влезет. А вот эта помадка обычная, классическая. Вот, в принципе, девочки, это все. Такое вот небольшое ревью на помадки. Посмотрим. У нас в стенде тоже есть, по-моему, ретро-линейка, но мне ни один цвет не понравился, честно вам скажу. И она стоит то ли 7 евро, то ли 8 евро. Опять же-таки мне жалко, что это денег. Я тогда, может быть, NYX попробую, потому что NYX все хвалят помады, все говорят, что они крутые. Тени от NYX я покупать не хочу, у меня есть вот две палетки, которые зо-зо-ля-ля, но помады все хвалят. Я, может быть, как-нибудь попробую, и там я буду знать, что да, я отвалю 7-8 евро, но там будет хорошее качество помады. Я надеюсь, если у кого-то есть, скажите мне, от NYX реально стоит покупать или нет, потому что иногда я боюсь, что блогеры о них рассказывают, о продуктах от NYX. Но это пиар, им за это платят, и они не говорят правду, а, возможно, это посредственность полная, эти помады. И другие повторюшки, эти хрюшки, они просто повторяют, потому что все говорят, что это классно. Поэтому, если у вас есть, и если вы критически настроенный человек, у вас есть с чем сравнить, скажите мне, стоит ли покупать помады NYX или нет. Потому что, не знаю, когда помада стоит больше 5 евро, мне уже не хочется ее покупать. Я стараюсь как-то по акциям или по распродажам купить. Для меня это уже на грани. Две помады, которые я купила, они реально, одна стоила 10 евро, но по акции дешевле стоила. И другая, Слик, я купила по полной цене, Слик и Кико. Это помады, которые стоили того, но Кико чуть-чуть подсушивает, а Слик нормальная, но она держится вообще как прибитая помада. Тут я ни капельки не жалею вложенных денег, ни одного цента. Все, помады классные. Но вот когда вот такие вот помады, качество посредственное, то есть вы можете и Essence, и Catrice купить. Ну, то есть чуть лучше, но стоят они в два раза больше, чем Essence, например, и на евро дороже, чем у Catrice. И акции на Revolution только на те оттенки, которые никто не покупает. А нормальные вы должны покупать по 5 евро, я считаю. Не знаю. Наверное, я бы по полной цене за 5 евро эти помады точно не стала покупать. Ну, в общем-то, это все. Я опять заговорилась. Всем хорошего дня, девочки. Пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok